Добрый ранец Беларусь Сегодня у нас в гостях начальник Центра пропаганды социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Павел Филимонов, а также победители, участники команды города Минска и активисты молодежного движения спасателей пожарных Дарья Артеменко и Павел Канаш. Доброе утро вам! Доброе утро! Спасатели! Доброе утро! Вот такие вот самые лучшие, посмотри на них, Степа, ты должен запомнить их лицам, мало ли я не знаю, я вас буду спасать. Мы сделаем фотографии. В Зубренке, конкурс проходил в Зубренке, правильно? Соревнования. Вы там провели три недели, но подготовка наверняка велась не три недели даже до того, как, а гораздо дольше. Сколько вы занимались, готовились? Ну, занимаются очень долго. Действительно, ну, подготовка такая серьезная идет за месяц. Мы готовимся в лагере, в лидере, недалеко от Минска. Серьезная подготовка, ну и, конечно, потом выступление на самом слете. С учетом того, что там 13 у нас конкурсов, конкурсная программа насыщенная и очень разноплановая, и спортивная. Мы сейчас про них можем подробно потом расскажем. Поэтому, ну, а так вообще ребята готовятся уже на протяжении всего года, потому что они у нас, юные спасатели, участвуют и в акциях, и в наших мероприятиях, выступают на концертах, поздравляют спасателей, да и, в принципе, ведут активный образ жизни. Поэтому такая идет подготовка, даже, можно сказать, не один год, потому что вот перед вами сидят лучшие юные спасатели. Они уже участвуют в нашем молодежном движении 4-5 лет. Каждый из них не раз был в зубренке, ну и поэтому... То есть подготовка серьезная. Вот, Дарья, смотрите, Надежда Тимофеева отжимается 35 раз. Причем так, серьезно, сколько отжимаетесь вот? У вас наверняка же физическая подготовка хорошая. Ну, раз 20 точно отжимать. Надя, была бы ты помоложе, пошла бы в зубренок. Правда, когда парни являются спасателями пожарных, это как-то еще понятно. А вот девушка, как у вас вообще появилось желание заниматься такой деятельностью? Ну, у меня сестра тоже занималась, вот, она тоже ездила на слеты, очень долго тоже, в течение там 5 лет. И когда-то она меня пригласила, и я поехала, мне понравилось, и до сих пор сейчас езжу. Так, подожди, а это... Это же так тяжело. Это просто увлечение. Это физические нагрузки. Ну, как бы девочкам еще можно там отдохнуть. Это мальчикам, там больше есть конкурсы по спорту, их больше нагружают. Я участвую в конкурсе по медицине, строевая, КВН, то есть конкурсах, ну, с меньшей нагрузкой. А с МЧС собираетесь далее свою судьбу? Вот к вам двоим, ребята, вопрос. Может быть, вполне возможно. Ну, вот, ну, Павел, ведь вы уже наверняка должны были бы определиться, ведь 11 класс выпускной. Конечно, есть такой вариант. Так, и что рассматриваете? Командный инженерный институт. Ну, в любом случае, я думаю, что оттуда тоже можно в МЧС отправиться. Это высшее учебное заведение. Да, наше высшее учебное заведение, которое находится в городе Минске. Я вам даже больше скажу, у нас очень много юных спасателей, становятся потом офицерами, уже занимают хорошие должности. Кстати, я в том числе, я не буду скромным, в 2001 году сам участвовал в слете юных спасателей пожарных, был капитаном, спасал, там, конкурс есть спасения на воде, спасал, там, манекен, якобы, пострадавшего. Ну, и, соответственно, там, и хорошие были у нас результаты. Ну, и вот сейчас вот перед вами уже офицер, состоявшийся, и, собственно говоря, продолжаем это дело. Ну, просто кузница кадров. Теперь у ребят просто выбора не будет, столько всего вы рассказали, раз туда нужно идти, значит, наверняка они пойдут. Хорошо, 18-й раз, насколько я знаю, проходит у вас этот слет. Каждый год программа меняется, либо все одно и то же, или только люди меняются? Ну, как я и сказал, да, программа насыщенная, конкурсная программа меняется. Конечно, мы идем ногу со временем. Если у нас это было раньше, там, порядка 5-6 конкурсов, сейчас, я повторюсь, у нас 13. У нас есть такой интересный конкурс, как интернет-поиск. Вот Павел в нем два года подряд занимал первое место, непосредственно лидер в республике. Что касается этого конкурса, это надо им за определенный короткий промежуток времени ответить на 5 вопросов. Вот им дается интернет, компьютер, вот эти три человека сидят и ищут. Кто быстрее, собственно говоря, тот и победит. А вот слабо без интернета отвечать на какие-то вопросы? Вы знаете, дело в том, что организаторы конкурса готовят вопросы, но зачастую у нас настолько подготовлены наши ребята, что без интернета отвечают. Потому что у нас еще есть конкурс и основы безопасности жизнедеятельности, там, где ребята в большом таком аспекте изучают, что касается по нашему направлению, по безопасности и так далее. Поэтому, ну, а так, конкурсов очень много. И медицинское оказание первой помощи. Вот Даша также, можно сказать, лидер в этом направлении. У нас, в общем, каждый чем-то занимается в команде. Ну, а самый такой из конкурсов, это, конечно, строевая подготовка. И что касается, например, девушек, я вам даже с уверенностью хочу сказать, они зачастую опережают мальчиков. Это часто в жизни такое случается. Это часто, вы знаете, мальчики обижаются и, конечно, где-то пытаются. Так, это что за махровый феминизм? Быстро прекратили. Я хочу, Павел, у вас спросить. И, соответственно, у вас, Дарья, какие самые тяжелые для вас были конкурсы? Вот тяжелее всего, что удалось. Я думаю, что это конкурс строевой подготовки, так как мы вообще тратили больше всего времени именно на этот конкурс, больше всего тренировок. И там нужно думать не о том, как ты сделаешь, как ты ответишь, или что... Ну, не от себя зависит. Это зависит от всей команды, каждый должен постараться. Поэтому я считаю, что это самый тяжелый конкурс. Я не совсем понимаю, что там нужно делать. Строевая подготовка, что-то, что должно быть? Шагайте. Мы с удовольствием вас приглашаем на череду слетевых спасателей. Вы знаете, 24 человека стоят в строю. Подается команда, как воинские все приветствия. Вот, как вот, видите, военных. Надо, я так буду рад, что ты туда пойдешь. Я даже больше, как у нас парад проходит у нас. Соответственно, вот так же они идут с троем, сравнение направо с выходом, с командами. И такой звук стоит на этом плацу. А песни поете в этом? Да, речевки, песни. А может быть, прямо сейчас что-нибудь нам? Пожалуйста, кстати, почему бы нет? Я думаю, что мне все... Надо только сейчас вспомнить, да? А что вы уже забыли, что ли? Вы же недавно вернулись. Все речевки, конечно, под строевой шаг. Просто так, это же не песня. Мы песню вам можем спеть. А это надо... Можете песню спеть, если есть желание. Что вы хотите? Ну, что у нас с речевкой? Давайте речевку вспоминаем, Пашка. Команда. Минский легион. Девиз наш. Все за одного. Призвание. Людей спасать в беде и не бросить никого. А наша цель? Идти вперед. Победа с теми, кто силен. Мы верим, нас удача ждет. Ведь мы команда легион. И там такая, уууу, как удача. Слушай, ну это просто как в пионер-лагерях было. Мы команда... На борту бригантины, никогда не будет тины. Я помню, были такие речевки. Ты вспомнил детство, Степ. Это было давно. Спасибо вам огромное, что пришли, что рассказали. Много всего интересного было, правда. Я для себя открыла такое, что девушки таким делом занимаются ответственными и полезными. В общем, строевая подготовка, Надежда, за тобой. Потом будешь мне каждый раз показывать. А мы вам напоминаем о том, что сегодня у нас в гостях был начальник Центра пропаганды Минского городского управления МЧС Павел Филимонов и активисты молодежного движения «Спасатели пожарных» Дарья Артеменко и Павел Канаш. Ну, прямо сейчас, дорогие телезрители, доставайте свои кулинарные книги. Будем записывать рецепт нежнейшего суфле.